Милан, город в Италии, является экономическим и культурным центром страны. Представляет собой один из туристических центров страны и весьма важен для экономики государства. Каждый день сюда прибывают туристы и путешественники со всего мира. В основном город посещают для шоппинга и осмотра достопримечательностей. Милан, иногда встречается на писании Милану, Италия большой город на севере Италии. В провинции Милан, это административный центр одного из регионов, Ломбардии. Находится он на равнинной местности, неподалеку от предгория Альпийского горного массива. Численность населения составляет 1,35 миллиона человек, которые проживают на площади в 181 год квадратный километр. В Италии город Милан и его агломерация имеют количество населения более чем в 5 миллионов человек. Он занимает 1900 квадратных километров территории страны. Также он считается мировой столицей моды, все шоу и показы мод транслируют ведущие телекомпании мира. Обратите внимание, Милан, Италия, имеет богатую историю, которая берет свое начало с 600 года до н.э., когда первые племена основали здесь свое поселение. Около 222 года до н.э. поселение было завоевано древними римлянами и получило название Медиаланум. Долгое время город являлся западным центром Римской империи, однако позднее был завоеван и разрушен астготами и гунами. С этого времени начался период упадка. В 1045-м стал самостоятельным городом и вел соперничество с соседними крупными регионами. В средние века Миланом правили различные влиятельные роды и династии, которые оставили после себя большой вклад в историю и архитектуру города. Например, при одной из династий, которая именовалась Сфорца, работали такие всемирно известные мастера, как Леонардо да Винчи и основатель архитектуры Возрождения, Донат Абраманте. Через некоторое время город отошел в Франции и стал местом для соперничества династий из Франции и Испании. Испанское правление Миланом закончилось в 1706 году. После завоевания Наполеоном он перешел к Австрии. В 1861 году стал крупным городом Королевства Италия. Во время Второй мировой войны Милан был практически полностью разрушен и пережил долгий период восстановления. Верона Италия – достопримечательности, отдых, погода Милан находится в зоне смешения континентального и влажного субтропического типов климата. Для него характерна постоянная повышенная влажность, жаркое лето и холодные зимы с большим количеством осадков, в основном в виде дождя, и довольно часто с выпадением снега. Зачастую город укрыт пеленой тумана в связи с высокой влажностью, среднегодовой уровень которой составляет около 80%. Важно, лучше всего посещать Милан с середины весны и до конца сентября, пока не начались дожди и еще нет похолодания. Средняя температура и количество осадков по месяцам. Январь – 1,1 градуса Цельсия, 64,2 мм. Осадки – февраль – 2,9 градуса Цельсия, 63,1 мм. Март – 7,7 градуса Цельсия, 82,5 мм. Апрель – 11,4 градуса Цельсия, 82,4 мм. Май – 16,4 градуса Цельсия, 97,3 мм. Июнь – 20,3 градуса Цельсия, 65,1 мм. Июнь – 23,1 градуса Цельсия, 68,9 мм. Август – 22,4 градуса Цельсия, 93,2 мм. Сентябрь – 17,3 градуса Цельсия, 67,2 мм. Октябрь – 12,6 градуса Цельсия, 104,5 мм. Ноябрь – 6,5 градусов Цельсия, 100,8 мм. Декабрь – 2,4 градуса Цельсия, 61,1 мм. Генуя Италия – достопримечательности, город на карте, погода Милана и регион Ломбардия находятся на важном пути из Италии в Австрию и Германию, поэтому имеют исключительно развитую транспортную и туристическую инфраструктуру. Благодаря огромному количеству туристов, ежегодно посещающих город, туристическая сфера постоянно совершенствуется, строятся и развиваются новые отели и комплексы, появляются интересные развлечения и новые места, где туристам не дадут скучать. Милан является важным экономическим центром севера страны, поэтому отсюда легко и быстро можно добраться в любое место государства или в соседние страны. Многие туристы хотят посетить и другие места этой удивительной страны, и в частности задаются вопросом, как добраться из Милана на Сицилию. Милан имеет три собственных международных аэропорта, крупнейший и основной из которых – Мальпенса. Из него отправляются рейсы во все точки и страны мира. Можно отправиться из Милана в Палермо и Катанию, что на юге Италии. Это самый быстрый и удобный способ попасть туда, куда необходимо. Самолет летит на Сицилию не более двух часов. Основные виды транспорта в городе. Железнодорожный. Из Милана отправляются поезда практически во все крупнейшие регионы и провинции страны. Курсируют скоростные поезда и электрички. Автобус. Имеется обширная автобусная сеть, которая ходит по населенным пунктам провинции и региона, а также в соседние. Такси. Идеально подходит для перемещения по Милану и окрестностям. Аренда авто. Является наиболее удобным и быстрым способом передвижения по населенному пункту, позволяет легко осмотреть все достопримечательности и посетить крупные старые города поблизости. По городу удобнее всего перемещаться при помощи метро и трамвая. Обратите внимание. Для передвижения по Милану лучше всего подойдет общественный транспорт, который представлен автобусами, трамваями и метро. Выгоднее всего приобрести проездную карту на несколько поездок. Это позволит сэкономить немного средств по сравнению с оплатой каждой поездки отдельно. Болония и Италия достопримечательности, погода, шоппинг больше всего выделяется в Милане и его архитектура, которая выполнена в различных стилях. В связи с богатой историей и множеством династий, правящих в свое время городом, здесь смешались такие архитектурные стили, как классицизм, романский стиль и ренессанс. Список основных памятников, музеев и достопримечательностей, их описание – Дуома. Представляет собой Миланский собор, выполненный в готическом стиле из белоснежного мрамора. Является одним из символов города и самым посещаемым туристическим объектом. Находится в историческом центре Милана. Строительство начато было в XIII веке, а закончилось уже при Наполеоне в XIX веке. Собор посвящен Рождеству Девы Марии и является одним из крупнейших в Европе религиозных сооружений. Имеет около 3400 статуй, множество скульптур и произведений искусства. Здесь происходила коронация Наполеона королем Италии. Замок Сфорца. Являлся резиденцией одноименного правящего рода Милана. В нынешнем виде был построен в XV веке, выполнен в стиле возрождения. Примечательно, что к работам над строительством привлекался Леонардо да Винчи, сейчас из его работ остались лишь рукописи навес для вьющихся растений. Архитекторами были наняты люди, которые проектировали некоторые части Московского Кремля. В данный момент в замке расположены несколько интересных для туристов музеев, из которых можно выделить такие, как доисторический музей, древнего Египта и музыкальных инструментов, а также несколько других. Покупая входной билет в замок, есть возможность бесплатно посетить все музеи. Для этого необходимо уточнить специальное время для бесплатного посещения среди недели. Здесь сохранились некоторые произведения таких выдающихся мастеров, как да Винчи, скульптуры Микеланджело и картины Карреджа, Джованни Беллини и Понторма. Это одна из самых посещаемых и выдающихся достопримечательностей Милана, обязательно рекомендована к посещению. Достопримечательности античных времен, такие как Амвросианская и Лаврентианская базилики. Интересным и важным местом в городе является церковь Санта-Мария Дела Грации, которая входит в список объектов культурного наследия ЮНЕСКО, и имеет в своем распоряжении культовую фреску кисти великого Леонардо да Винчи с названием «Тайная вечеря». Безусловно, основная масса туристов посещает Милан не только для знакомства с достопримечательностями, но и как столицу мировой моды. Здесь представлены одни из лучших в мире магазинов и бутиков, в которых продаются последние коллекции известных мировых брендов. Имеются в городе и различные аутлеты, и множество других магазинов, которые представлены скидками и распродажами. Обратите внимание, Милан также имеет множество ночных клубов, кафе, баров и ресторанов. Здесь находится всемирно известный оперный театр «Ла Скала», в котором проходит представление оперы и проводятся концерты. Милан на карте можно найти в северной части страны, в равнинной местности, недалеко от начала Альпийского массива. Является крупнейшим и важнейшим городом севера Италии и региона Ломбардия. Находится на важном пути из Италии в соседние Германию и Австрию. Среди фактов и информации, которые будет интересно узнать перед посещением Милана, можно выделить следующее. Здесь выступают два известных и титулованных футбольных клуба «Интер» и «Милан». А также расположен трек «Формулы-1» Манса. Праздник города отмечается 7 декабря, покровителем города считается Святой Амвросий Медиаланский, в Милане и его окрестностях расположены многие офисы и производства ведущих промышленных и модных предприятий страны. Ежегодно здесь проходит неделя моды. Милан является важным экономическим и культурным центром в Италии. Это один из самых популярных среди туристов и путешественников населенных пунктов в Сталии.